всем привет друзья дима даниэль скалска болгария холодное утро холодное утро в болгарии 17 октября ну что я могу сказать друзья холодное утро на улице вот сейчас я смотрю на термометр а в принципе это даже не термометр неделю назад мы зашли в технополис и увидели такие интересные штуки это как здесь называется метеостанции я не знаю я в израиле таких не видел да и не обращал на это никогда внимание потому что ну в израиль температуру мы знали здесь такая штучка грубо говоря такая коробочка с несколькими датчиками отдельными беспроводными которые расставляются в разные комнаты и выставляются на улице там сама коробочка такая показывает вам естественно время день недели часы температуру и влажность в каждой комнате штучка такая стоила там по моему 70 лев и вместо того чтобы вешать куда-то какие-то градусники термометры она электронная ну я думаю давай-ка я куплю интересно и принципе мы не ошиблись потому что приборчик хороший самое главное что он показывает часы а я очень люблю когда часы есть как в каждой комнате еще вы знаете что я еще даже до сих пор мы никуда не повесили часы хотя в израиле если у меня в комнате нет часов значит я плохо себя чувствую еще еще они должны светиться здесь почему-то мы потеряли какое-то время и соответственно работы нет дел нет каких-то деловых встреч нет и часы нам не нужны также как если вы знаете что ни в каком казино никогда нет ни окон ни часов потому что чтобы люди не ощущали время и играли вот ну к чему я это говорю ну хочется понимать какая температура на улице какая температура в каждой из комнат вот и и вчера вечером мы так делали со светой такой эксперимент по поводу того как проверить что у нас какие у нас температуры я взял это датчик один выставил извините выставил на улицу не на солнце и стоят в каждой комнате вот ну вечер 9 часов прохладно и на улице датчик показывает плюс 10 в комнатах у нас показывает плюс 19 хотя друзья мы не включаем термопомпу мы не включаем конвекторы у нас нет обогревателей ну о чем это говорит это говорит значит о том что все-таки либо дом в общем-то нагревается от дневного солнца который еще есть в принципе но она уже не такое сильное либо хорошая теплоизоляция в доме я в принципе особо это не понимаю но мы это естественно поймем тогда когда уже на улице будет постоянная холодная температура и вот мы начинаем со света и включать например давай я говорю давай включим конвектор спальни включаем конвектор спальни включаем буквально друзья мы ставим температуру 20 градусов конвектор буквально за несколько минут дает такой горячий воздух и и становится жарко отлично в одной комнате определились теперь в салоне то же самое включили буквально 5-7 минут тепло жарко мы футболках мы футболках и тем самым мы понимаем что ну не надо нам пока в общем-то тратить электроэнергию на включение тепловых приборов но это здорово это с одной стороны это конечно экономия но я уже не говорю что не надо никуда подкидывать дрова или какие-то пилеты не знаю друзья вот никогда не связывался ни с дровами не с пилетами и опыта в этом абсолютно нет потому что в израиле было все просто в израиле холодно кнопка кондиционер на 25 тепло ой еще тут попутался немножко извините в израиле 24 7 работает кондиционер когда жарко бум счете крутится счета приходят как мама не горюй здесь днем вообще вот буквально уже 10-12 дней мы ни в чего не включаем соответственно наш расход он на на обогрев и на холод он 0 и знаете что самое интересное я еще не помню не понял эту систему что почему-то когда конвекторы выключены все равно из них идет такой тихий тихий теплый теплый воздух даже можно положить не знаю футболочку или курточку туда под а потом она будет такая немножко тепленькая так вот вернемся к температуре очень интересно что вот наша скалска находится в горах и температура скалска вчера вечером например показывает плюс 9 тут же я смотрю на телефон деревня караиванцы в 3 километрах от нас 6 градусов ну вот не понимаю вот поэтому и к этому можно тоже потом задуматься когда вы будете выбирать села и проверять вот эти вещи которые могут как бы разница температуры где-то три-четыре градуса в одно и то же время при расстоянии там буквально в несколько километров естественно друзья в городе габрово будет теплее ну потому что уже сейчас если вечером проезжать где-то на машине или прогуливаться в городе вы будете чувствовать запах потому что уже многие люди начинают жечь дрова с одной стороны но я считаю что это не очень хорошо потому что это некий смог ну вот как то так это минус наверное вот этих дровяных выхлопов потому что от чего мы бежим мы хотим в общем то хорошую вокруг хороший воздух хороший кислород и это тоже было выбор решение против каких-либо дров но тут опять ситуация всех по деньгам кто-то может поставить дорогую систему кто-то не может кто-то пользуется кондиционерами ну вот это мы свой вопрос решили термопомпы так вот мы ничего ночью не включаем дом стоит дом у нас высокий потому что цокольный этаж пять ступенек и соответственно он не будет так сильно у нас охлаждаться в общем пока что мы вообще ничего не включаем на тепло постоянно теплое одеяло все прекрасно и даже можно открывать окно чтобы шел прохладный воздух и лежать спать прекрасно по теплым одеялам из прекрасной вентиляции потому что стоят уже сетки и ко всякой гадость которая здесь за окнами очень много бывает иногда сюда не залетит вот проснулся я сегодня в 5 утра первым делом я посмотрел на свою метеостанцию за бортом 5 градусов холодно в зале у меня плюс 18 но сейчас на 5 минут я включил конвектор и все уже в принципе все вот сейчас я его выключу и мне нормально вы видите я сижу в футболке с длинным рукавом я могу одеть футболку с коротким рукавом но конечно на улице очень холодно но друзья это не тот холод которому мы привыкли когда в израиле при плюс 14 я мог одеть пуховик потому что плюс 14 при сильной влажности это уже очень неприятно здесь такой влажности нет соответственно тот холод это уже не тот холод вот это я просто рассказываю вам что происходит именно у нас в нашем скалска опять же в других регионах болгарии все по-другому но люди которые подвержены любят жару они должны тоже это все учитывать и люди которые тяжело переносит холод они тоже должны очень серьезно это учитывать потому что я всегда считаю что если холодно то всегда можно одеться а если очень жарко то а можно раздеться но докуда поэтому для меня самая большая проблема это жара когда я обязан и вот мы здесь поставили 4 конвектора друзья и летом я понял что зачем мы поставили блин 4 конвектора на наш 60 метровый дом конвектор стоит в кухне в зале в салоне в спальне и еще и в коридоре вот но опять же время покажет и когда будет зима очень будет интересно как мы будем с этим справимся справимся потому что зима мы будем зимовать скалска в болгарии ну возможно там я выйду выйду там на несколько дней снова полечу в израиль а светка вообще не собирается говорит дима мне все мне все нравится мне все хорошо мне в израиле делать нечего внука увидела ну потому что мы уже не работаем чего делать в израиле если человек не работает дети заняты дети живут отдельно старший сын с внуком и женой живет отдельно в ашкелоне младший сын сейчас живет в нашем доме ну он работает у у него посменные работы поэтому видим моего редко потому что парень тяжело работает и сейчас он еще идет учиться и но ему никак не будет до родителей а что будут делать родители-то в ашкелоне не имея работы сидеть дома смотреть сериалы да ну и здесь мы смотрим их также шопинг а мы не шопингисты абсолютно по кафе по ресторанам да нет друзья в израиле как я вам и говорил выйти в кафе или в ресторан это ну достаточно большой расход который не то что мы не можем себе позволить но не интересно вот сейчас за время пребывания 10 дней когда мне друг говорит димка давай там выйдем попьем пиво в кафе и влюда ну миша я бы не пойду никакое кафе потому что и и после болгарских кафе и цен и вкусной еды но вообще мне никак не хочется в израиле идти на море в какую-то забегаловку с брендовым именем заплатить за тарелку какой-то барабуньки пойманный где-то там я не знаю два дня назад замороженной размороженной заплатить за него там 25 долларов от слова нет или платить за кружку пива 10 евро ну тоже нет поэтому табу я наложил санкции на израильские кафе и рестораны санкции не пойду буду ходить здесь болгарии вот вернемся к электричеству вернемся к теплу вот сейчас у нас плюс 5 тепло дома хорошо выключил конвектор в других комнатах ничего не включено значит дом сохраняет свое тепло что будет дальше не знаю дальше будем включать не экономим вообще мы не экономим на электричестве мы не экономим на воде естественно сейчас очень сложно сказать какой будет расход электроэнергии когда будет холодно но об этом друзья конечно же я потом буду рассказывать как вы видите я веду блок ежедневно я ежедневно делаю видео и смотрите подписывайтесь очень важны ваши комментарии очень важны ваши подписки лайки и делитесь с друзьями наверняка у вас кто-то хочет поехать в болгарию смотрите мой блог друзья и и всегда как я всем говорю я каждый день разговариваю по телефону с одним или с двумя незнакомыми людьми которые хотят получить более подробную информацию от первого лица от меня а я даю только правдивую информацию я не как коммерсант в этом блоге здесь нет моих интересов поэтому не стесняйтесь пишите звоните ватсап звоните мессенджер и отвечу на все на любые вопросы потому что у вас непонимание и скорее всего в следующем видео который я сделаю чуть позже я вам дам рекомендации как решать некоторые проблемы психологически которые очень многих людей есть потому что смотрят и переезжают в болгарию люди в основном не молодые в основном пенсионного возраста которые не знают как правильно сделать сбор информации о вашей будущей жизни о переезде и вообще о том нужно ли вам все вот это смотрите следующее видео так что я ответил на вопрос сколько сейчас у нас градусов на улице сколько у нас градусов в доме и хорошего дня с добрым утром скалска будьте здоровы хубо в день шелихом йом на им хэвэй нэс дэй май фрэнс чао-чао